Левый поворот. Сергей Иванович за рулем Волги 1976 года открывает автопробег по Чуйскому тракту. Ветеран считает, что трасса Р-256 – главная дорога его жизни, которой он отдал 60 лет. Лесу не хватит тут этого считать. Я же всю жизнь шофером. Сейчас хоть небольшие года, но все равно езжу на дачу. Сами. Да кому доверять? Разобьют машину. В конце мая 1922 года постановлением в ЦИК эта дорога была признана трассой государственного значения. В честь столетнего юбилея было принято решение провести автопробег от Новосибирской области до границ Монголии. В 2010 году Чуйский тракт входит в десятку самых красивейших трасс мира, занимая пятое место 12 лет подряд. И мы этим гордимся. Сейчас мы это всем докажем. В автопробеге приняли участие представители трех регионов – Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области. Это символ. Это символ масштабов, богатства, могущества, красоты нашей страны. И сегодня, когда многих спрашивают, что такое Сибирь, очень часто вспоминают, Сибирь – это Чуйский тракт. Тысяча рек и озер, перевалы, национальная кухня, традиционные песни и обряды – сибирский колорит. Безусловно, основная цель автопробега – это продвижение автомобильного туризма в России. Сегодня трасса Р-256 – это не ухабы и колдобины. Это ровный асфальт, развивающаяся инфраструктура и возможность в каждой точке маршрута набраться ярких впечатлений. Вообще, автомобильный тип путешествия, автомобильный туризм, многим, как-то странно, еще предстоит открыть. Хотя больше 60% наших туристов в стране путешествуют именно на автомобиле, но пока большая часть из нас, них, выбирает автомобиль именно как просто средство транспорта – проехать из одной точки в другую. Трехдневный автопробег завершился высадкой сотни елей на кордоне Куркечу, а концерт «Силета Шанта» стал яркой финальной точкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова